Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Меня зовут Павел Орлов. Я занимаюсь строительством. И в этом видео я вам расскажу о том, как правильно выбрать подрядчика для строительства вашего загородного дома. Всех подрядчиков можно разделить на несколько категорий. Первое. Дикие бригады из азиатских стран. Второе. Бригады с прорабом. Третье. Строительные фирмы. Заказчиков также можно разбить на несколько категорий. Первая категория заказчиков – это «Все знаю сам» и «Каждая копейка на счету». Вторая категория заказчиков – у которых нет времени и они хотят сэкономить. И третья категория заказчиков – заказчики, которые хотят фирму. Итак, мы определились с категориями заказчиков и подрядчиков. Теперь рассмотрим, какого вы предподрядчика. Итак, для того, чтобы определиться с категорией подрядчика, который подходит именно вам, сначала необходимо определиться с тем, к какой категории заказчиков вы относитесь. Если у вас каждая копейка на счету, при этом вы обладаете большим количеством свободного времени, хотите самостоятельно контролировать вашу стройку, хотите самостоятельно снабжать ее строительными материалами, подбирать рабочих, решать все миграционные вопросы, брать на себя риски и ответственность за принимаемые решения в процессе строительства, то вы относитесь к первой категории. И вам, скорее всего, подойдет какая-то дикая бригада азиатов в соседней стройке, например. Если у вас нет свободного времени, вы хотите, чтобы был человек, который занимался вашим объектом, который контролировал бы вашу стройку, который бы занимался снабжением строительных материалов, который бы также мог брать на себя ответственность за принимаемые решения в процессе строительства, вы не хотите заниматься подбором людей на вашу стройку, то вы относитесь ко второй категории заказчика, у которого нет времени. И вам в этом случае подойдет бригада с прорабом. Если же вы привыкли работать с организациями, с компаниями, хотите максимально себя юридически защитить, при этом финансовый вопрос вас интересует в последнюю очередь, то, наверное, вы относитесь к третьей категории подрядчика, которая хочет фирму. И вам в этом случае, наверное, подойдет строительная фирма. Итак, мы провели соответствие между категориями заказчиков и категориями подрядчиков. Очевидно, что если у вас каждая копейка на счету, и вы относитесь к первой категории, то вы, наверное, не обратитесь в фирму. Также заказчик, относящийся к третьей категории, которая хочет фирму, у которого финансовый вопрос стоит в последнюю очередь, не обратиться к какой-то дикой бригаде азиатов. В этом видео я не буду рассказывать, как выбрать бригаду азиатов. Мы рассмотрим, как выбрать фирму или бригаду с прорабом. Давайте рассмотрим критерии, по которым необходимо выбирать подрядчика. Итак, первый критерий – это возможность подрядчика реализовать ваш проект. То есть, будет ли, в принципе, достигнуть результат работы? Сможет ли подрядчик построить ваш дом, реализовать ваш проект? Очевидно, что подрядчик, который строил всю жизнь скворечники, вряд ли вам сможет построить какой-то дворец в средневековом стиле. Поэтому важно при выборе подрядчика сопоставить его портфолио, его результаты работы с вашим проектом. Причем важно определить, реально это портфолио, или это просто какие-то картинки в интернете, которые он разместил на своем сайте. Для этого можно съездить на объект, пообщаться с бывшими заказчиками. Не стоит доверять различным отзывам в интернете. Часто подрядчики сами себе пишут положительные отзывы. Вторым критерием выбора подрядчика является качество его работы. Заказчику, профессионально не разбирающемуся в строительстве, конечно, очень сложно определить качество построенного объекта, но по каким-то внешним признакам всегда можно сделать оценку. Посмотрите на построенный объект. Вы не должны обнаружить ничего того, что вам бы не понравилось. Если вам что-то не понравилось, что-то сделано криво или не точно, уточните у подрядчика, а почему это так сделано, вследствие чего это произошло. Может быть, этому есть какие-то объяснимые причины. Такое тоже бывает. Третий критерий – это знание теории. Перед общением с подрядчиком подготовьте перечень теоретических вопросов в строительной тематике, по которым вы заранее знаете правильный ответ. Ответы на поставленные вопросы должны быть аргументированные и правильные. Поговорите с подрядчиком о выборе фундамента для вашего будущего дома, о конструкции стен, перекрытий. Если подрядчик при любом удобном случае отсылает вас к проектировщику, к конструктору, то есть сам не в состоянии сделать элементарный прикидочный расчет, то, наверное, он не владеет теорией. Четвертый критерий выбора – это следит ли он за современными технологиями. Каждый год на строительном рынке появляется огромное количество новых строительных материалов. Проектировщики начинают применять новые технические решения. Появляются новые типы фундаментов. Появляются новые типы конструкции стен. Новые типы конструкции перекрытий, кровли. Если подрядчик привык строить из устаревших материалов и с устаревшими техническими решениями и не хочет применять новые технические решения, то лучше от его услуг отказаться. Пятый критерий выбора – это гарантия. Уточните, заключает ли подрядчик официальное договорное строительство. Зарегистрирован ли он как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо. В соответствии с Гражданским кодексом гарантия на строительные работы должна быть не менее 5 лет. Поэтому, если у подрядчика прописана в договоре гарантия 1 или 3 года, то этот пункт является недействительным. Уточните, как долго подрядчик на строительном рынке. Как много он построил домов? Где он постоянно проживает? Сможете ли вы к нему обратиться или его найти в случае каких-то будущих проблем с вашим домом? Ну и последний критерий выбора – это стоимость работы. Наверное, самый интересный критерий. Заказчики зачастую руководствуются исключительно этим критерием, не обращая внимания на все остальные. Я же его сознательно отодвинул на последнюю строчку. Потому что критерий стоимости работ – он важен, но он не первоначально важен. Как я уже говорил в предыдущих своих видео, стоимость строительства коробки загородного дома составляет от 25 до 30 тысяч рублей за квадратный метр в общей площади по полу. Разница стоимости работ у подрядчиков может доходить до 3000 рублей за квадратный метр. То есть общая стоимость строительства коробки загородного дома у разных подрядчиков может отличаться не более чем на плюс-минус 5%. На общую стоимость коробки загородного дома больше влияют применяемые конструктивные решения и применяемые материалы, их стоимость, чем стоимость работы. Подрядчики очень сильно могут влиять на итоговую стоимость коробки дома за счет применяемых технических решений и применяемых материалов. Некоторые подрядчики для удешевления общей стоимости строительства применяют дешевые ненадежные технические решения. Некоторые применяют дешевые материалы. Общая итоговая сумма на коробку становится меньше При этом стоимость работы не меняется Но и качество постройки и ее надежность сильно уменьшаются Теперь бы я хотел рассказать о различных уловках подрядчиков Заказчик обращается в строительную фирму со своим проектом И ему выкатывают вот такую вот смету на 10 листов Заказчик смотрит итоговую сумму и видит цифру 4 миллиона 700 тысяч рублей Он думает, за 4 миллиона 700 тысяч у меня будет вот такой классный дом Все, заключаю договор, никаких проблем Но при просмотре этой сметы специалистам сразу можно понять Какие уловки применял подрядчик для того, чтобы написать такую сумму Обратите внимание, стоимость работы 1 миллион 700 тысяч рублей Что в итоге получит заказчик за эти деньги? А получит он следующее Голую коробку Без окон Без дверей Без снегозадержателей Без внутренних перегородок С самой дешевой кровлей Без отделки фасадов А сколько надо заплатить денег в эту фирму Чтобы получить дом, который как в проекте Как на фотографии А чтобы получить такой дом, надо заплатить еще сверху 3 миллиона Но заказчику об этом тактично умалчивают Заключив договор, взяв предоплату, начинают стройку Заказчик смотрит и не понимает А как же так? В проекте одно А на деле совершенно другое Договор уже подписан Вот видите Все работы строго перечислены в СМИТе Далее, что происходит при начале строительства таким подрядчикам? Стоимость дома по договору фиксированы То есть каждый лишний гвоздь, забитый в ваш дом Это минус прибыль из подрядчика То есть подрядчик будет экономить на каждом гвозде И это реально Бетон он будет брать не на бетонном заводе А у каких-то перекупщиков подешевле Со своими сертификатами Арматуру брать не по проекту А может быть даже и потоньше А может быть какой-то другого класса А в случае превышения допустимых расходов на материалы Все это будет вычитаться из бедных рабочих И вот по такой схеме Работают очень много строительных фирм А теперь я расскажу о том Как грамотно построить отношения с подрядчиком Чтобы потом не было таких вопросов Первое. К договору должен быть приложен проект Второе. К договору должна быть приложена смета С согласованными техническими решениями Смета только на работу Описаны объемы работ по проекту По согласованным техническим решениям И зафиксирована их стоимость И заказчику абсолютно все равно Сколько кубов положил каменщик Сколько арматуры навязал арматурщик Сколько квадратных метров кровли Положил кровельщик Стоимость этапов работ фиксированы После выполнения каждого этапа Должна быть произведена оплата этих работ В договоре должна фигурировать смета Только на работы Все материалы для вашего строительства Должны закупаться по факту И оплачиваться по их факту закупки Только в этом случае Подрядчик не будет экономить На качестве материалов На марке бетона На классе арматуры И только в этом случае Дом получится качественный Надежный, долговечный Я надеюсь, что мои зрители После просмотра данного видео Выберут себе самого лучшего подрядчика А плохие подрядчики Пускай останутся без работы Так им и надо Спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой видеоканал Вас ждет еще очень много интересного Пока